С этой формулы уже получим какой-то результат. Рассмотрите, господа, что мы с вами доказали. Вот такой многочлен равен этому. А давайте-ка мы сюда подставим какое-то число. Например, число 1. Получим равенство, которое сегодня уже выписывали. И равенство это такое. Если возьмешь 1 минус зито, 1 минус зито квадрат, и так далее, единица минус зито в степени n, то получится n. Господа, посмотрите, что это на самом деле такое. Это 1 минус зито, это вот этот n. 1 минус зито квадрат вот этот, вот этот, вот этот, вот этот. Произведение этих чисел равно n. Между прочим, если n число нечетное, то вот этого вектора нет. И в таком случае мы получаем, что произведение этих вот этих квадратов это корень из n, если n нечетное. Если n черное, то такой век, когда ленты 2 есть. И соответственно, мы получаем, что произведение вот этих, это есть корень из n пополам. Замечательно. Давайте вернемся, что называется, к геометрии, и поймем, что это означает на языке геометрии. Что такое вообще. У вас ведь вот эта дуга, это n-ая часть от всей окружности. Соответственно, если вы посмотрите на такой треугольник, то вот этот дуга, это будет пи разделить на n. Отлично. Соответственно, вот этот отрезок, это и есть 2 синуса пи разделить на n. Так, для простоты, сейчас n число нечетное. Итак, вот этот отрезок, если я правильно понимаю, это 2 синуса пи разделить на n. Следующий, это 2 синуса 2 пи разделить на n. Так, давайте, n я обозначу 2к плюс 1. И так далее, и так далее. В конце будет 2 синус k пи разделить на n. Это я отошел до самого, да? И произведение вот их всех, это будет корень из n. Ну, замечательно. Значит, я получаю замечательную теорему, что если просто перемножить синусы, пи разделить на n, 2 пи разделить на n и так далее, k пи разделить на n, то это будет 2 в степени минус k корней z. До четного, все понимают, что будет, да? Если n равно 2к, если n равняется 2к, то тогда нужно сделать так. Нужно сначала, значит, разделить на двойку. Здесь будет корень из n в полам. После этого у вас там останется, у меня, 2 в степени минус k минус 1. Ну и те самые синусы, да? Синус пи разделить на n, синус 2 пи разделить на n и так далее, синус k минус 1 пи разделить на n, вот их произведение будет равно такой величине. Уже, кстати, приятный результат, просто из-за того, что мы поговорили о этих самых многочленах, о корнях из единицы. Продолжение следует...